Друзья, приветствую! Давайте с вами посмотрим, что у нас с биткоином. Быстрый обзор. Коррекция все-таки случилась до 9,5 тысяч долларов. И, в принципе, помните, может быть, сделку в прошлом видео я предлагал на SnapEx. Как раз дошли мы до туда. Единственное, что не было, не было никакого пампа перед этим падением. Цена сразу-таки все-таки упала. Но, как говорится, лучше не дополучить какую-то прибыль, чем принимать слишком большие риски. Всю прибыль как бы получить нельзя. Но, видите, вот это движение, которое мы получили вниз, оно было достаточно скромным. 23,6% по Fibonacci. То есть биткоин, несмотря на то, что он вышел из клина здесь, и вроде бы как рисует более низкие максимумы, и даже, строго говоря, более низкие минимумы, что, по сути, является признаком нисходящего тренда, по-прежнему вот такие вот достаточно незначительные коррекции, говоря о том, что мы еще есть, у нас есть запас движения наверх. И, опять же, ускорения как такового сильного не было. Так что, при наличии всех медвежьих неких параметров, сигналов, которые сейчас есть, все же остается шанс увидеть те самые 11 и даже 12 тысяч долларов. Но для этого, конечно, в первую очередь необходимо нам перебить предыдущий максимум. Можно, конечно, ограничиться хотя бы 10 тысячами, 400 долларов, но лучше 10,5 уйти за 10,5 тысяч, и тогда уже можно сказать, что да, действительно, мы удержаться, естественно, там. То есть не только какой-то там свечкой, которая вынесет шортистов. И на самом деле вот это вот движение тоже было, на мой взгляд, весьма спекулятивное. То есть вот этот вот явный такой пик наверху. И, опять же, ну, все-таки это более низкий максимум. Но, тем не менее, удерживается пока цена здесь в относительно неплохом диапазоне. То есть слишком сильно мы не свалились оттуда. Это показывает определенные признаки силы. Бинанс у нас сейчас на каком-то там внеплановом обслуживании, как часто бывает, когда какая-то биржа находится в такой ситуации, у нас происходят различные вертолеты. Ну и уже видите, сразу на BitMEX, ну и на других, естественно, такие вот пошли свечи вверх-вниз. Сразу вынесли там и шортистов, и лонгистов. В общем, как видите, и хорошие, и плохие новости есть. То есть, с одной стороны, вроде бы как мы удержали небольшую коррекцию, но с другой стороны, пока движение недостаточно убедительное. Кроме того, TD Sequential, помните, вот здесь была у нас девятка зеленая, то есть, простите, красная, которая привела к росту примерно в 10%. Вот здесь была такая же девятка красная, которая тоже привела к очередной... Ну, она не привела, конечно, но после нее мы наблюдали этот рост. Сейчас у нас появляется зеленая девятка, что означает, что весьма вероятность, весьма большая вероятность есть падение после того, как мы ее увидели. Но они, как правило, на растущем тренде в последнее время, вот, скажем, была тоже девятка зеленая, после нее мы еще раз выросли. То есть, они отрабатывают себя не так хорошо, как красные, которые, скажем, вот еще была девятка, а после нее выросли, ну и так далее. Вон там до этого тоже мелькала девятка. Это все четырехчасовый таймфрейм, не очень мощный, но, тем не менее, видите, отрабатывает в последнее время себя очень неплохо. Тем более сейчас пока вот эта свеча еще у нее только час прошел, то есть, еще закрыться ей можно было бы и выше, и тогда счет этот перебьется красный, и коррекция, естественно, может не настать. Но угроза, по крайней мере, остается. Кроме того, если посмотреть на часовой таймфрейм, то здесь уже появляются определенные дивергенции. Ну, вот видите, более высокий максимум по цене, более низкий максимум по индикаторам. То есть, признаки перекупленности, признаки того, что надо бы охладиться, есть. Ну, посмотрим. На самом деле, да, действительно очень сильный рост. Однако, пока еще можно тут нарисовать бычий флаг, что он будет расти еще процентов на 8, на 9 вверх из-за него цена. Но я пока остаюсь осторожным с этим. Пару слов о сделке. Помните, что пытался я открыть сделку где-то на 10-140, но цена до тут не дошла, ушла вниз как раз до той отметки, которую я ставил как take profit, и снова потом поднялась вот в эту область. Поэтому, по сути, ситуация не изменилась критически и как-то кардинально. По-прежнему, если мы уходим вверх, и здесь у меня стоит стоп на 10-350, если мы уходим за предыдущий локальный максимум, то можно ожидать с большей вероятностью продолжения роста. Это разумная сделка, на мой взгляд. Ну и, учитывая перекупленность рынка, можно, скорее всего, попробовать сыграть такую сделку. Она у меня сейчас держится. Ну, пока в небольшой плюс, но, тем не менее, сейчас мы в таком коридоре, можем быть в плюсе и в минусе. Достаточно часто меняться будет этот знак. Тем не менее, я ее держу. Пытался здесь, кстати, вчера тоже писал в Телеграме, и в Твиттере немножко поскальпить. Здесь, опять же, где-то чуть ниже 10 тысяч был очень сильный такой, сильные сигналы на продажу. Там и дивергенции были, и объемы выходили, и стенки на продажу были. Но, видите, опять же, рост достаточно сильный. Все это привело к тому, что шартистов выбило. Здесь появился еще больше объем. Ну вот, вот к чему мы пришли. Так что, если будете совершать примерно подобное, и у вас нет опыта, не забудьте, посмотрите видео. Оставлю здесь опять ссылку в правом верхнем углу про то, как рассчитывать сумму сделки для того, чтобы придерживаться стратегии сохранения, стратегии управления рисков и сохранения вашего капитала. Ну, а пока сделку будут держать, в Телеграме, в Твиттере будут держать вас в курсе, как она себя будет отрабатывать. Ну, вот такие вот соображения. Более детальный и более глубокий, наверное, макрообзор будет в следующем видео. Ну, а пока посмотрим на развитие событий. На сегодня все. Спасибо, что смотрели. Пока.